Уважаемые коллеги, начинаем работу нашей третьей секции, посвященной сотрудничеству управляющих пенсионных фондов. Суждаем последствия создания карантинной системы и влияния на управление пенсионными средствами. Ну и обсуждаем вопросы по управлению риском и все эти темы, которые уже затронуты сегодня в тренажной части первой секции. Начать секцию хотел бы с выступления Андрея Жукова по теме «Важно», которая сегодня уже звучала, по перспективам активных и рыночных моделей сотрудничества пенсионных фондов и управляющих компаний. Большое спасибо. На самом деле тема родилась не мной, а в числе предложенных организаторами. Мне это интересно было посмотреть даже не на перспективу, она будет видна, а на перспективу, как все происходило. Я сразу хотел сделать какое-то упреждение, что дальше эта аналитика, которая произведена, она произведена непосредственно многим, как физическим лицом. Потому что можно задуматься о том, как отнести фонд к активным или к рыночному с точки зрения управления активным. И более того, все формулировки, которые дальше будут, к рыночным или рыночным, они связаны только с одной точки зрения, то есть взаимоотношения между пенсионным фондом и управляющим компанией. То есть ни в коем случае они касаются процессов, которые есть в фонде, или процессов взаимодействия, это, прежде всего, складчиками и так далее, и так далее, только лишь один сегмент – представляющиеся управляющие компании и пенсионные фонды. Ну, соответственно, от этого родились оформулировки, я после этого не слышал, поэтому нормально слышал, да? Хорошо. То есть «коптивный» фонд, еще раз скажу, только взаимоотношения между УК, это фонд, который взаимодействует с одной из мест, как раз управляющей компанией, и входит в одну группу, да? Ну и возможно, что он взаимодействует еще, может быть, с компаниями, не входящими в группу, но каким-то причинам, причинам обмена или причинам, там, компании-бенчмарка, но эти активы, с моей точки зрения, составляют, ну, являются небольшими по отношению к целковным активам. Ну и рыночный фонд, с точки зрения управления активами, это фонд, который, как правило, привлекает несколько управляющих компаний, то есть производит конкурсы, отгоры, ротации этих компаний, ну и, в принципе, в его составе может быть там компания, которая находится в одной группе. Но объем средств, который приоритет, он не является так критическим, не критическим, а всеобъемным еще. Вот. И что получилось, то есть, мы проверяли, ну, с аналитиками, там, за начиная с 2009 года, то есть на левой шкале это миллиарды, ну, миллионы рублей в пенсионных накоплениях, и, известно, красненькая – это компании эффективные, а «зеленые» – это пенсионные фонды, которые, прежде всего, работают с широким спектром рыночных компаний. Вот. Можно сказать, что и что случилось, там, на рынке беда, то есть, а если, ну, только проанализировать последние сделки, которые происходили, мы все их знаем, там, с пресса видим, да, что с увеличением объема активов, которые обладают пенсионными фондами, то есть, происходит значительное количество сделок, как консолидации, то есть, так и… Ну, про консолидацию тоже видно, что раньше 90% пенсионных накоплений контролируют 45 фондов, а вот в текущем режиме 90% пенсионных накоплений приходится на 25, прям, бежу, да. То есть, на эти сделки консолидации, которые проходят, они проходят, как правило, мы, по последней мере, мы слышим, финансовый промышленный, ну, не финансовый, а скорее банковская группа, другие теми, и здесь, естественно, такой вопрос возникает, да, ну, банки у нас являются профессиональными инвесторами, профессиональными финансовыми институтами, а как-то, может быть, действительно, нелогично, что банк, ну, банки же не передают другим банкам свое казначейство, инвестиционное дело, поэтому предыдущего слайда, с моей точки зрения, пугаться не надо, это просто некая, как это, ретроспектива и перспектива, да, то есть, куда мы двигаемся. Что касается управляющей компании, то здесь я разделил их на три категории, то есть, криптивная компания, которая обслуживает только свой пенсионный фонд, ну, или, может быть, случайно еще какой-нибудь клиент, там, вот, рыночная компания, которая имеет своем составе, ну, в одной группе находится с пенсионным фондом, то есть, это компания, которая работает со значительным количеством пенсионных фондов, но в том числе обслуживает свой фонд, в группе которой он находится, ну, и рыночная компания безвековом, то есть, те, которые суетятся и бегают сами, и привлекают клиентов. Что получается здесь? Здесь, и когда смотришь на эту картину, то, если там казалось, то есть, можно было бы там вот что-то пугаться, да, 30% — это рыночная, ну, в фоне размещающаяся и рыночная компания, остальные серии, если это размещается, криптивная, как бы слово такое ужасное, да, то здесь уже картина такая вполне понятная, да, то есть, не пугающая, да, потому что, мы не будем перечитать имена, но рынок русский, мы все друг друга знаем, что в числе вот наибольших процентов, 51% представляет рыночную отправляющую компанию, которые управляют активами, как, там, пенсионных фондов, там, рыночные, которые мы характеризовали, так и собственными фондами. Ну, и вот, по моей оценке, около 40% — это вот связка фонда НПФ в такой закрытой некой обстановке. Теперь, ну, как, если делать выводы или так подумать, то есть у меня нет однозначного понимания, там, какая модель более правильная. Я думаю, да, самая такая модель, которая вызывает большие вопросов, это связка НПФ-УК, то есть, ну, и тот, и тот, и тот, и тот, и тот, и тот, и тот назовем, да, то есть, но здесь необходимо обращать внимание, там, на то, собственно, какой финансовый, наибанковской группе они принадлежат, насколько она устойчива, там, с каким она лицом, прежде всего, истории и так далее, и так далее. Вот. В принципе, у модели взаимодействия НПФ-УК, когда они входят в одну группу, есть и плюсы, и минусы, да, в условии того, что это, так сказать, рыночная управляющая компания. Какие плюсы? Я вижу, что в данном случае гораздо больше идет взаимодействие на уровне НПФ-УК, с учреждения определения стратегии, как правило, стратегии более долгосрочные. То есть, исходят они из более четкой, из пассива пенсионного фонда. Вот. В этом случае, допустим, там, если НПФ-УК, то можно позволить себе больше каких-то ипотечных бумаг, которые менее ликвидны, там, более долгосрочные какие-то депозиты и так далее. В случае, когда все-таки рыночная управляющая компания, она более ограничена граммом, да, то есть, исходя из текущей практики, да, то есть, текущая практика стоит в том, что ежегодно происходит оценка, там, доходности управления, да, соответственно, она как-то анализируется, производятся какие-то ротации. И, конечно, в этом случае управляющая компания, наверное, все это проработает в какой-то степени, в большей степени стресса, который происходит, прежде всего, да, ну, и зачастую какой-то такой вот гонки ежегодные. Ну, еще раз подчеркну, что выступление не было направлено на то, чтобы что-то расфиксировать, а, там, что-то сказать правильным, да, просто мне, я подведу эту тему, было, до этого были какие-то ощущения, там, куда все двигается, да, и как все меняется с точки зрения объемов активов, да, это перераспределение, а, ну, это подтолкнуло в том, чтобы дать, наверное, вот такие цифры. Спасибо, Андрей. Ну, дальше я хотел попросить выступить Александра Баранова в какой-то степени в развитии темы по вариантам и формам сотрудничества УК и МПФ. Андрей, пультик нам дайте, потому что тоже презентация. Ну, и, Александр, тогда заодно делай Ваше выступление, тоже откомментируйте как-то вот эту тему, которая сегодня уже много вызывала вопрос по последствиям положительным, отрицательным и, так сказать, регулятивным, да, афицированности УК и МПФ. Добрый день, дамы и господа. Да, вначале я все-таки хотел бы коснуться того вопроса, который поднял Вадим Сосков, сказав, что он ждет денег от государства по пенсионным накоплениям. Я сразу могу сказать, я не знаю, куда там смотрели юристы конкретной управляющей компании пенсионного фонда, но если бы вы посмотрели бюджет в 2014 год, вы там увидели, что отчисления работодателей идут в доходную часть бюджета, а отчисления в накопительную систему вообще отсутствуют. То есть, грубо говоря, ни МПФы, ни управляющие компании, ни даже ВЭП никаких отчислений не получили в этом году. Более того, если вы посмотрите расширенный бюджет 2014-2016 годов, вы увидите, что ни в 2015-2016 году не планируется перечисление этих денег в накопительную систему. То есть, имеются те деньги, которые в 2014 году не поступили. То есть, как деньги пойдут в бальную систему, они пойдут в бальную и у управляющих компаний, и у пенсионных фондов, и даже у ВЭПа. То есть, грубо говоря, они не знают накопительную систему, уходят навсегда. В 2015-2016 годах не планируется возврата этих денег. Теперь по поводу аффилированности. Здесь произвучала такая небольшая дискуссия о том, что аффилированность и респонежмент, они в каком-то смысле взаимоисключающие. Но в первой итерации, может быть, это действительно так, поскольку риски на себя берет, грубо говоря, одна группа. Либо в виде управляющего, либо в виде давателя средств для управления. Но на самом-то деле, если эта группа не хочет тратить на ущерб, на убытки, средства, наверное, им тоже нужно вводить в службу риск-менеджмента. И поэтому во второй итерации, если, грубо говоря, мы смотрим с точки зрения интересов группы, то риск-менеджмент нужно вводить в любой компании. Без разницы в рыночный, коптивный, без разницы в рыночном фонде, в коптивном фонде. Вот по поводу ажи нервности. А теперь по поводу тех слов, которые прозвучали в пленарной и первой части. В пленарной и части прозвучал достаточно интересный тезис, но я, в принципе, его всегда поддерживаю, сам его с этой трибунной говорил, о том, что создание нормальной службы риск-менеджмента, и автоматизация, и, скажем так, автоматизация всех бизнес-процессов – это достаточно затратная часть. И само собой разумеется, что большое число пенсионных фондов, они просто не в состоянии эту затратную часть, и своего, и АУДа оплачивать ежегодно. То же самое касательно и управляющих компаний. Создание системы, хорошо работающей системы риск-менеджмента, как говорили, не стопки бумаги с регламентами, а именно, как Алексей Корзун из «Благосостояния» говорил, когда там в ежедневном режиме рассчитывается рыночный риск, это дело затратное. И не каждый НПФ может себе это протянуть. То есть, грубо говоря, если мы посмотрим нижнюю часть пенсионных фондов, которые в России есть, то, видимо, брать себе дополнительную себестоимость порядка 5-10 миллионов рублей ежегодно не каждый НПФ может себе позволить. Вот. Не буду вас вводить в блуд, потому что существует точка зрения, что если, грубо говоря, пенсионные фонды дадут скидку документов Центробанку, то это будет достаточно, чтобы пройти систему страхования. Ничего подобного. Может быть, на первой части акционирования этого и будет достаточно, но на второй части акционирования прохождения страхования и дальше существования это будет явно недостаточно, и вы рано или поздно вынуждены будете свою службу риск-менеджента и автоматизацию управления рисками создавать. Хотелось бы коснуться той темы. Существует точка зрения, она исходит от некоторых НПФ, что, собственно говоря, управляющие компании – это лишнее звено. То есть, пенсионные фонды могут и сами управлять собственными деньгами. Здесь нет таких проблем, кроме проблемы в том, что законодательством это не положено. На самом деле, хотелось бы сказать, что управляющие компании могут для пенсионных фондов давать некие свои экспертизы, компетенции, скажем так, добавленную стоимость и к управлению активами, и к управлению риском. Соответственно, моя презентация, она будет посвящена тому, как управляющие компании с пенсионным фондом на практике могут взаимодействовать, чтобы получить некий стратегический эффект дополнительный, воем просто обычного доверительного управления. Соответственно, управляющая компания может пенсионному фонду давать дополнительную стоимость к управлению активами через механизмы ограничения рыночного риска. Точно так же может вырабатывать для пенсионного фонда дополнительные механизмы управления кредитным риском. Точно так же может давать дополнительную, как бы, добавленную стоимость в комплексной экспертизе вопросов управления рисками всего НПФ. Ну и также дополнительные услуги, которые повышают качество управления пенсионного фонда и управления рисками. По каждому пункту более квадратным. Что касательно рыночного риска. Во-первых, инструменты хеджирования всевозможные, начиная от включения производных инструментов в инвестиционный портфель, так и касательно всевозможных инструментов защиты капитала. Может быть, в рамках одного отдельно взятого договора о доверительном управлении. Но в международной практике известны и другие случаи, когда, например, управляющий компанией или инвестиционный банк хеджирует риски всего пенсионного фонда по всему спектру управляющих компаний. Грубо говоря, что это означает? Есть некий пул управляющих компаний пенсионного фонда, и отдельно взятый инвестиционный банк дополнительно, вне классического доверительного управления, хеджирует совокупные риски по всему портфелю. В принципе, это не противоречит тем возможностям, которые есть в российском законодательстве. Вот эту упаковку можно использовать в договоре доверительного управления, где доверительное управление отдельно взятой управляющей компании, которая при этом не участвует как рыночный игрок, она будет хеджировать риски по всему портфелю пенсионного фонда. Ну и кроме всего прочего, управляющие компании могут пенсионному фонду давать некий сценарийный анализ и стресс-тестирование по аллокации инструментов. И это будет интересно пенсионному фонду, например, при расчете, например, долгосрочной стратегии. Во всяком случае, эти инициативы, они могут быть дополнительны для пенсионного фонда, который не может себе занять там соответствующих специалистов, которые дорогостоящие и действительно на первом этапе для пенсионного фонда для многих это будет неподъемным. Дополнительная экспертиза при управлении кредитным риском. Что здесь может дать управляющая компания? Она, если там развита своя собственная служба рис-менеджмента, которая ориентируется не только на внешние рейтинги, без разницы международных агентств или российских агентств, а имеет свою собственную внутреннюю кредитную модель по, соответственно, выставлению лимита, оценке рисков под дефолт, то данная экспертиза, она может быть полезной пенсионному фонду. Причем полезной не только в рамках одного портфеля доверительного управления, но и в рамках всей деятельности пенсионного фонда. Так как пенсионные фонды, например, могут самостоятельно размещать средства по пенсионным резервам на депозиты банков, ну и, соответственно, управляющая компания может просто объяснить, что в этот банк не стоит размещать денег, потому что там очень высокий рейт дефолта. Просто поделиться лимитной ведомостью и объяснить, почему это так. Ну и, кроме всего прочего, управляющая компания может представить пенсионному фонду сценарный анализ, связанная с усилением кредитных рисков при реализации раздельных сценариев. Ну, наверное, не каждый пенсионный фонд может позволить себе, опять же, иметь таких сотрудников и такую квалификацию. По поводу дополнительных компетенций. По поводу дополнительных компетенций. Ну, во-первых, может быть, рекомендации управляющей компании пенсионному фонду, как создать службу рейсменеджмента. Потому что, опять же, мы сейчас находимся в условиях, когда с одной стороны 4,5 закон говорит, что у каждого одна служба рейсменеджмента, НПФ сразу говорит, окей, наймем там банк специалистов, они нам все напишут, мы перед Центробанком отчитаемся. Ну, ничем подобным. Вот могу вам сразу же заверить, что подобный минимальный подход, он, может быть, сработает на полгода, но на следующие полгода уже не сработает. Нужно самостоятельно развивать. Где взять компетентных людей? Ну, может быть, попытаться перекупить в других пенсионных фондах, может быть, перекупить рисковиков управляющих компаний, а может быть, просто-напросто взаимодействовать более плотно с теми управляющими компаниями, где-то подобные службы уже отстроены, и, как бы, управляющая компания может в своей компетенции, знания приведеть к пенсионным фонду. Без дополнительных затрат со стороны пенсионного фонда. Ну, НПФ. А что еще может сделать продвинутая служба рейсменеджмента управляющих компаний? Она может сделать унификацию всех регламентов, связанных с инвестиционным процессом пенсионного фонда и всех процессов, связанных с взаимодействием пенсионного фонда и другими управляющими компаниями. То есть, регламентация по управлению средствами НПФ. Ну, часто такое бывает. Пенсионный фонд пишет там свой договор, пишет там свой регламент, а сталкивается с позицией управляющей компании, которая говорит, извините, не буду называть имен, вот у нас есть регламент, вот то, что вы нам предлагаете, не по нашему регламенту. Мы работаем с моими клиентами только по нашему регламенту. У меня это вопрос, а кто вообще, говоря, деньги дает? Управляющая компания или пенсионный фонд? Почему управляющая компания, пускай даже очень брендовая, она как бы влияет на инвестиционную политику пенсионного фонда? Может быть, стоит как бы сгладить этот дисбаланс и как бы выработать единый, как бы, минифицированный подход, общий регламент, вот если данный пенсионный фонд дает данные управляющей компанией средствами управления, то, соответственно, должен этот процесс быть регламентирован и специальным образом прописан, и без разницы по пенсионным накоплениям или по пенсионным резервам. На настоящий момент законодательство требуется, чтобы данный регламент существовал по управлению средствами пенсионными накоплениями по ФНР, но при этом нигде нет требований, чтобы данный регламент был по управлению средствами пенсионных резервов или пенсионных накоплений НПФ. Вот, собственно говоря, когда я работал в НПФ благосостояния, собственно говоря, и был рабочий крупный у Андрея Жуйкова по созданию стандарта фриск-менеджера в Принапфе, вот мы тогда инициировали как раз обязательность единого регламента для управляющих компаний и НПФ. К сожалению, управляющая компания до сих пор далеко не в каждой такой регламент есть, и, соответственно, мы рекомендуем этот регламент создать. То же самое касательно всевозможных отношений с отчетностью. Очень часто бывает такое, что управляющая компания, пенсионный фонд считает результаты и на отчетную дату получает равные результаты. Можно делать унифицирование выверки, унифицирование расчета стоимости ценных бумаг, активов, соответствующих дат, чтобы такое было. Но по всем доверительным компаниям, которые находятся под данным НПФ. И причем эта система расчета должна быть унифицирована. И то, что у одной компании один этот расчет, у другой другой, потом начинают сравнивать, они, оказывается, данные несравнимы. Помимо прочего, защита для пенсионных фондов, опять же, была в стандарте НАПФ. Это проспект управляющего и трехсторонний договор. Не знаю, насколько подробно надо на этом останавливаться. Проспект управляющего – это поименный список всех контрагентов пенсионного фонда, с которым пенсионный фонд работает. Это банки, брокеры, расчетные банки управляющих компаний, расчетные брокеры и, соответственно, список всех долговых ценных бумаг и, может быть, поименный список акций, в которые можно инвестировать. И больше ни в какие ценные бумаги ни с кем контрагентами работать нельзя. Чем и хороший проспект управляющего? Он, по крайней мере, отсекает возможности управляющей компании проводить какую-то волюнтаристскую политику, делать сделки с рисковым контрагентом, покупать рисковые бумаги, которые риск-менеджент НПФ не хочет принимать эти риски. Чтобы контролировать данный процесс, нужен трехсторонний договор, пенсионный фонд, спецдепозитарий, управляющий компанией. Если такого трехстороннего договора нет, то первая часть проспекта управляющего, она остается на бумаге. Потому что такой договор между пенсионным фондом и управляющей компанией не был, спецдепозитарий, не имея трехстороннего договора, не имеет права блокировать в рамках российского заказа ненадлежащие операции управляющей компанией со спецдепозитарий. Если есть трехсторонний договор, тогда у спецдепозитария есть бумажечка, которая может объединить регулятор. Почему мы против данной транзакции? Еще один момент, который дополнительный комплексный экспертиза. Управляющие компании при работе с пенсионным фондом могут работать по двум разным моделям. Первая модель, это, соответственно, примерно одинаковая группа управляющих компаний. Есть вторая модель, которая законодательством не запрещена, это так называемое ядро сателлитой. То есть ядро – это основная управляющая компания, без разницы кооптивной или не кооптивной, как угодно вы это называете, которая управляет основным портфелем. А рыночные риски на себя берут как бы сателлиты. И при этом происходит выбор совокупности управляющих компаний из того момента, что вот эта управляющая компания хорошо работает с одним инструментом, эта хорошо работает с другим инструментом. Вот то, о чем в пленарной части говорилось. Законодательством пока не предусмотрено. Вот такая модельная работа, или там никто еще пока в России не специализируется, а так экспертизу провести можно. И, насколько я знаю, в МПС Благосостояние подобная экспертиза была, и была как бы выбрана компания, которая хорошо работает с фикслинком, хорошо работает с депозитами, или хорошо работает с акциями. Дополнительные услуги, которые, опять же, может оказывать управляющая компания в честь повышения качества управления активами пенсионного фонда – это экспертиза всевозможных сложных инвестиционных продуктов, в том числе и зарубежных инвестиционных продуктов. Ну, например, СИУН. Дело в том, что продукт очень непростой. Вот часто инвестиционные банки приходят в пенсионный фонд и говорят, вот у нас здесь вот такой вот шикарный актив, входите все к нам, что туда зашито, далеко не каждый может рассказать. Но даже если может рассказать, предпочитать до конца не рассказывать пенсионному фонду, потому что там бывают очень большие нюансы, связанные с так называемой термошитой, связанные с внутренней юридической упаковкой данного продукта. У пенсионного фонда вряд ли найдут специалисты, юристы, ну, не у всех, по крайней мере, которые в состоянии это дело прочесть, вам в Саксонском праве разобраться, консультация юриста, там минимум 10 тысяч рублей стереть стоит. Вот просто разовая консультация. То есть у инвертиды управляющей компании в данном случае может помочь пенсионному фонду, необходимый в самую инвестивную актив, который очень красиво упакован под самые лучшие брендовые имена. Компетенция управляющей компании в честь инвесткомитетов для клан-инвесторов, когда, грубо говоря, в данных инструментах возможны правоубъекты по блокированию тех действий, которые могут привести к получению потенциальных убытков для пенсионного фонда. Предстоятельство управляющей компанией в своих директорах дочерных союзующих инвестиций. Это может быть как чисто с точки зрения компетенции, так и с точки зрения решения всевозможных юридических нюансов. Консолидированные позиции УК и НПФ при представлении интересов в качестве группы кредиторов или группы акционеров. Ну, известно, что у пенсионных фондов, например, действие ограничения по возможности голосования вот управляющей компании по пенсионным накоплениям. Управляющие компании могут этот вопрос решать с точки зрения консолидированного, с точки зрения защиты интересов пенсионных фондов. Но еще управляющие компании могут оказывать свою компетенцию, своих юристов при работе токсично-активной. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Александр. Дальше вам слово, наверное, давайте в такой выкенд. Какие-то комментарии, если они есть, по тем выступлениям, которые были, но и темы только, если возможно, не всю презентацию, поскольку тут... Ну нет, я в двух словах, так сказать, хотел рассказать там наше видение по поводу того, что произошло на рынке за март месяц, скажем так, и, так сказать, наше видение с точки зрения того, какие выводы и какие инвестиционные решения нужно сделать. То есть я не до конца уверен, что все участники рынка смотрят как за рублевой, так и за валютной частью. Значит, если посмотреть на бенчмарк в виде России 30-й, то 26 февраля этого года она стоила порядка 116% от номинала. Текущая стоимость этой бумаги, там, 113, на сегодняшний день, так сказать, там, на прошлой неделе она торговалась в диапазоне 114,5, она прошла амортизацию 33%, ну и за счет убонного дохода 7,5 валюте она должна понижаться в цене, это, как бы, естественная убыль. Значит, к чему этот пример? Этот пример к тому, что на самом деле инвестиции в валютные облигации, так сказать, по крайней мере, примерно находятся в диапазоне плюс-минус, там, полфигуры, меньше фигуры от, скажем так, 26 февраля. Значит, почему бенчмарк берем 26 февраля? Потому что, так сказать, после этого наступили выходные, в которых Совет Федерации, там, одобрил целый ряд решений, после которых, так сказать, отношение мирового инвестиционного сообщества к России существенно изменилось. При этом, еще раз подчеркну, что на самом деле на рынке евробондов изменения практически минимальные, если не сказать, что их нет. В бенчмарке РАШ-30 в корпоративных евробондах существенно разошлись спреды, и уже дальше надо смотреть по каждому эмитенту, насколько это там больше или меньше ударило. Что произошло в России? В России наш уважаемый регулятор поднял ставку рефинансирования с 5,5 до 7. И, соответственно, за счет этого вся кривая доходности ОФЗ уехала вниз. Причем, там, существенно, так сказать, там, десятилетняя бумага, понятно, что они уехали на, там, 10-15 фигур. Значит, один из вопросов, который, вот, не знаю, вы себе задавали, там, попытаетесь ответить мне, а зачем регулятор это сделал? Вот в чем физический смысл повышения ставки рефинансирования? Значит, ответ, чтобы ослабить давление на рубль, да, прогнозируемый, он, так сказать, тогда возникает следующий вопрос. А то, что 2 триллиона рублей ежедневно к тому моменту было взаимствование в ЦБ банковской системы, да, а какими физически рублями можно было давить на доллары, если банки и так на все деньги, что были, доллары уже купили, еще займли 2 триллиона и еще раз купили доллары. Значит, да, зачем подняли ставку? А, соответственно, вот, кроме такой теоретически фундаментального ответа, я, на самом деле, ответа не вижу. И я бы сказал так, что вот это решение для нас оказалось достаточно неожиданным, потому что фундаментального смысла, ну, вот, ты говорю еще раз, кроме, там, учебников 80-х, там, 90-х годов прошлого века, так сказать, фундаментального смысла в этом не видно. Проблемы, которые, так сказать, там, в том числе в банковской системе произошли, есть переоценка их активов, потому что все, что репуется в ЦБ, не относится к инвестиционному портфелю, а оно относится к торговому, значит, достаточно капитала падает, там, и так далее, и так далее. Значит, соответственно, краткий вывод из этого, что на данный момент кажется, там, интересным и правильным, опять же, смотря за валютными инструментами, смотря, так сказать, за логикой того, что происходит в России, покупать длинные бумаги. В то же время, так сказать, там, пока гарантия сохранности на этот год все-таки еще не отменена, значит, покупать длинные бумаги, так сказать, при текущих результатах и при, так сказать, вот этих условиях, которые есть, ну, является достаточно рискованным. То, что Александр говорит, там, риск-менеджмент и в компании, в управляющей, и в НПФ должен быть, естественно, он работает, и все участники этого, эти процессы видят. Наш вывод, один из, так сказать, там, логичных, да, выглядит следующим образом. Как это, там, для управляющих не выглядит, там, странным или, там, необычным, но одна из идей размещать длинные депозиты. Я, значит, график, который мы здесь привели, да, это сравнение ставок депозитов с доходностями ОФЗ, там, коротких, более длинных и рынка акций, значит, по которому, в общем-то, видно, что реальное существенное превышение в ожидаемой доходности было в 2010 году. Последние, там, 3-4 года, так сказать, они сопоставимы, так сказать, ну, опять же, в Сбербанке всегда будет ставка депозита пониже, в каких-то других банках, там, она будет повыше, но принципиально они, там, сильно не отличаются. Значит, инструмент длинный депозит, он именно дает возможность того, что ты повышенную доходность, сейчас мы говорим о том, что депозиты банки, там, первого круга берут под ставку 10,5% и выше, значит, позволяют получать достаточно высокую доходность. Опять же, вопрос, какая будет инфляция, да, но пока инфляцию мы видим ожидание, там, 6-6,5%, соответственно, премии к инфляции более чем достаточно, чтобы по тем же накоплениям сохранять для клиентов пенсионных фондов и покупательную способность денег и обеспечивать даже небольшой прирост. Соответственно, это, там, одна инвестиционная идея. Ну, вторую, за которую, не знаю, там, смотрите, даже не смотрите, заключается в том, что на фоне возросшей волатильности существенно выросла стоимость валютного фьючерса, то есть, там, люди, которые хотят войти в российский рубль, готовы платить от 8 временами до 10% годовых хедж за то, что их из рубля выпустят, то есть, им продадут валюту, там, на 8-10% дороже через год относительно текущего уровня. Таким образом, если, так сказать, для рублевых пассивов составить инструмент, когда ты покупаешь за рубли, сейчас это, возможно, валютную облигацию, тоже, например, Russia 30, которая дает 4,5, там, 4,9 годовых валюте, и продаешь валютный хедж, то есть, продаешь доллары с доходностью, там, 10 годовых, то твоя доходность получается в диапазоне 12-15 годовых при риске Министерства финансов Российской Федерации. Ну, и инфраструктурно на риске биржи, да, что фьючерсные, так сказать, обязательства будут исполнены. В принципе, так сказать, на наш взгляд, вот эта стратегия, она, так сказать, дает существенную премию к доходности ОФЗ, ну, по сути, которая дает тот же риск Минфина, только оформленный в рублевом пространстве. Не у всех НПФов в инвестиционной декларации включены возможности торговли деривативами, в частности, там, фьючерсами, хотя законодательно это разрешено. Так сказать, вопросов уже, там, технические, которые мы считаем, там, техническими, хотя для кого-то они могут оказаться важными, это вопросы бухгалтерского учета, вопросы риск-менеджмента, которые, так сказать, внутри фонда, безусловно, люди должны понимать, что за инструментом куплен в портфеле, так сказать, потому что, когда ты продал рубль-доллар, так сказать, при текущем рублей, там, 35, да, а, соответственно, он там улетает на 36,50, варюционная маржа идет не в твою пользу, текущий переоценка этой операции у тебя оказывается минусовой. Если, так сказать, не сравнивать ее с переоценкой тоже Рашидан-30 или Рашидан-15 купленной в портфель и не складывать суммарно эти операции, то в отдельно взятом инструменте, да, фонд может для себя считать, что у него и лицо будет. Собственно, вот из идей и, так сказать, темы для обсуждения, если будут вопросы или, там, предложения или еще какие-то идеи, которые мы упустили, с удовольствием всегда готовы обсудить, ответить на вопросы и дополнительно дать свои комментарии. Можно вопрос? Да, минуту, секунду, точнее, как раз мы дадут. Стампов Алексей, ипотечный банк, ипотечный банк, ипотечный кредит, ипотечный банк, ипотечный банк, ипотечный кредит. Вот, возможно, ответ на вопрос уже частично проскучал, поэтому, извиняюсь, если попрошу повториться, в частности. Мой вопрос касается, так называемых, длинных денег, длинных пенсионных денег, которые нужны экономике, и, в частности, для развития ипотечного кредитования. И вот при привлечении денежных средств, наш банк имеет рейтинг инвестиционный, международный, даже выше, чем у Сбербанка, мы часто слышим от представителей МПФ, что сроки депозита 2 и 3 года – это очень длинные сроки для депозитов. И скажите, на ваш взгляд, какие сегодня существуют препятствия и ограничения на пути инвестирования пенсионных денег в, действительно, долгосрочные активы, в том числе депозиты? И в контексте темы конференции, какие возможности появятся для этого в будущем, и, собственно, что для этого можно сделать сейчас уже, чтобы такая возможность появилась? Спасибо, коллеги, кто хочет комментировать. Вопрос размещения на длительный срок двух-трехлетних депозитов, он, на мой взгляд, для МПФ встает в привязке к вопросу о том, а какая будет инфляция в следующие 2-3 года. То есть, хорошо, сейчас нам пообещали, что 6,5 инфляция, значит, разместили депозит под 9,5 или под 10, в общем-то, хватает на комиссию, там, не знаю, управляющей компании, комиссию самого пенсионного фонда, и, так сказать, окажется, что разместили удачу на, так сказать, покупательную способность клиентам, сохранили. Ну, представим себе, что разместили на 9,5, на 3 года, а в 15-м году инфляция состояла 11. И что тогда делать пенсионному фонду, да, значит, вот, он понимает, что он сидит в инструменте, который, так сказать, генерит для него отрицательный денежный поток с точки зрения сохранности покупательной способности денег клиентам. Причем он в этом сидит, и он это спрятать никак не может, да, то есть, это, как бы, объективная информация, которая, ну, вот, в значительной степени сдерживает, там, пенсионные фонды для того, чтобы размещать длинные инструменты. То есть, все-таки, высокая неопределенность, да, в том числе и каких-то глобальных статистических данных, она в этом смысле, там, пенсионные фонды, ну, может и должна сдерживать. На одной стороне, да, на другой стороне все равно это упирается в вопрос прогноза. То есть, если прогноз действительно сейчас, там, что 6-6,5 инфляции удается сохранить, ну, про экономический рост, ВВП и все остальное, там, логика понятная, да, почему кажется, что инфляция там сильно расти не будет. А, так сказать, встает вопрос, опять же, о какие ставки депозиты, потому что если сейчас брать Сбербанк, ну, он, там, даст 6,25 на 2 года. При ожидании, там, инфляции 6,5, там, 6,25 на 2 года Сбербанке неинтересно. Да, да и 7 неинтересно, и 7,5, так сказать, наверное, там, максимальная ставка, которая была в банках в начале этого года, да, она, там, существенного интереса для пенсионных фондов не представляла. Если вы даете, там, 9,5 и выше, ну, вот, то, что сейчас мы видим, да, по первому кругу банков, то это уже, так сказать, там, те цифры, про которые, там, пенсионным фондам имеет смысл задуматься, ну, и управляющим компаниям, которые управляют этими деньгами, имеет смысл задумываться. Ну, вот, наше видение такое, опять же, но может случиться так, что сейчас вы даете 9,5, а, там, через 2 недели вы опуститесь обратно к 7, и, так сказать, вопрос, там, чисто экономический, снова в этой возможности не будет. Спасибо. Помимо инфляции, есть еще другой момент, связанный с тем, что у пенсионных фондов есть, так называемые, текущие трансляции, текущие платежи выплаты пенсионерам, переход, как бы, клиентов на пенсионные фонды в другой, и это тоже надо не учитывать, потому что пенсионные фонды должны рассчитывать свою ликвидность в течение года, и поэтому, вот, без оглядки вкладываться к исключительному депозиту тоже, как бы, не получается, а тем более длинные, и поэтому можно планировать ликвидность, даже иногда пенсионные фонды вынуждены покупать активы, пускай не очень доходные, но те, которые, как бы, консируют достаточно быстро при торм средствах. Спасибо. Жадные вы, плохую доходность даете, вот и все. Мы даем ему высокую доходность, выше 9,5. Высокую доходность. Это была шутка, а вопрос у вас был, по-моему, риторический. Окей, ну, продолжаем. Я думаю, что вопрос, в целом, был отвечен. Да, ну, далее, вот, как раз хотел бы предать слово Евгению Якушу, представитель РПФ, у нас сегодня в этой секции единственное, мы послушаем мой взгляд фонда на... Я вот смотрю, у вас презентация, написано немножко не так, как у меня, вы сами скажите корректнее, о чем вы говорите. Вы попросили про международный опыт, но мне кажется, все-таки мы в России, и больше интересны российские цифры какие-то. А о выводах и заключениях я еще не про международный опыт попробую сказать. Я назвал управление пенсионными накоплениями, текущие тренды, моделирование результатов. Ну, соответственно, в последнее время биржа начала расчет пенсионных индексов, мы тут в кулуарах уже поосуждали, мы видим, что результаты достаточно неоднозначные, как на всей истории, так и на итогах, по итогам 2013 года какой-то такой боковой тренд, очень большая волатильность, и все-все-все очень плохо. Поэтому, если перейти к анализу того, где мы находимся, то мы видим, что из года в год у пенсионных фондов растет доля депозита в структуре портфеля. Поэтому то, что вам не дают пенсионные депозиты, как-то выбивается из тех цифр, которые мы видим из консолидированного портфеля. Соответственно, что можно сказать? То есть мы видим, что фонды пытаются уйти от рыночных рисков, о которых говорил Саша с точки зрения сложного анализа каждого эмитента, уйти в фиксированную доходность и уйти в безрисковые активы, которыми сейчас являются как раз банковские депозиты и квази-квази-банковские всякие продукты. Соответственно, с другой стороны мы видим, что появилась возможность моделировать доходность. То есть если мы возьмем класс активов и умножим на изменение индекса того или иного класса активов, то мы получаем фактически ожидаемую доходность, которую получат те или иные инвесторы. И вот Женя Безбарда здесь из-за респенсионных актуарных консультаций, я украл его практически доклад целиком, он промоделировал индексы на портфелях консолидированных управляющих компаниях, веба и МПФ. И, собственно говоря, результаты получаются практически один в один. Это означает, что в целом индустрии работают как индексы. Более того, мы можем сказать, что интрига, наверное, ушла, если мы вернемся уже непосредственно к самим пенсионным фондам, на прошлой неделе ЦБ опубликовал грязную доходность некосударственных пенсионных фондов, и сравним результаты моделирования портфелей по их структуре на начало года и фактическую доходность, мы видим, что уже сейчас можно прогнозировать доходность пенсионных фондов, исходя из структуры инвестиционного портфеля по классам активов. Таким образом, если говорить о тех трендах, которые мы видим, мы видим, что практически все фонды в целом используют индексную стратегию, и их результаты, в принципе, укладываются в покупку, в получении доходности средней по рынку. Дальше я хотел просто вернуться, то есть мы все всегда говорим о доходности, да, и вот я попытался представить себе, как можно интерпретировать доходность и как ее можно визуализировать доходность. Мы видим на этом... Мы видим, как по годам распределялась доходность пенсионных фондов, и какие-то усредненные показатели, там, типа инфляции, типа доходности ВЭБа проширенной, ну, и какую-то мы там среднеаритметическую доходность посчитали по этому набору цифр. Вот, здесь можно достаточно долго взвешивать, но, собственно говоря, мы видим, что целый ряд пенсионных, то есть то, что основной тренд, что показатели доходности фондов, они все больше и больше концентрируются относительно средних значений. Следующий вариант, все-таки мы должны понимать, что эту доходность получают клиенты пенсионных фондов, то есть вот здесь взято 25 крупнейших фондов, и, собственно говоря, размер, как бы кружочка, это размер его активов, но логарифмический, потому что иначе получается не очень читаемая картинка, и какие-то средние цифры по накопленной доходности за 9-12 год, сколько получили те или иные НПФ. Но по активам, наверное, это не совсем корректно, наверное, интересно будет видеть вот этот вот график, где в качестве размера кружочков даются средний счет этого пенсионного фонда, средний счет клиента этого пенсионного фонда. Мы видим, что большинство пенсионных фондов, накопленная доходность этих пенсионных фондов превышает инфляцию, существенно превышает ВЭП по итогам 4, ну, если уберем 9-12 годы по доходности. Собственно говоря, если вернуться к международным трендам, то дискуссия международная сводится к тому, что анализ исторических данных показывает, что индексные стратегии показывают лучше результаты, чем индивидуальное доверительное управление на коротких отрезках. И общая тенденция переход фондов, скажем так, к ETF-ам, к долям управляемых PIF-ам, что позволяет, с одной стороны, сократить издержки на управляющие компании, с другой стороны, иметь очень хороший мгновенный ликвид. Ну, на этом я, наверное, хотел закончить, но просто хотел показать те графики, которые получаются, потому что это достаточно интересные с точки зрения визуализации доходности. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Ну, вопросов, вроде бы, не видно. Давайте тогда пока будем двигаться по выступлению. Мы, в конце у нас секции останется время, подведем еще какое-то резюме всем выступлением, и, может быть, будет какой-то комментарий от участников. Далее хочу передать слово Юрию Белонощенко, тоже со взглядом на возможности управления, насколько я знаю, как раз по международному опыту иностранному активному. Добрый день, коллеги. Мы бы хотели поговорить, может быть, немножко о будущем нашем, к тому, к чему мы, как нам кажется, должны прийти. По словам «мы» я подразумеваю управляющий компанией индекс-верс на пенсионные фонды вместе, то есть то, в какие классы активов можете инвестировать вы, ну, естественно, как мы надеемся с нашей помощью. Значит, мы выбрали две группы стран, мы назвали их, точнее, не «мы», а принято называть их П-7 и П-13, стран с крупнейшими пенсионными системами. П-7 составляет у нас 95% практически от П-13, и в П-13 у нас находится, так называемый, второй эшелон – Бразилия, Германия, Гонконг, Орландия, Франция, ЮАР. Бразилия здесь, вот, наверное, один из наиболее ярких показателей страны, которая за счет прихода пенсионных денег на рынке очень сильно продвинула, в том числе иллюстрию бывых медицинговых фондов, кстати. Средний рост активов в двух этих категориях составляет там от 6,5% до 8%, то есть мы видим, что это так стабильно и активно растет, и вот за счет чего, давайте посмотрим, за счет чего все это растет у них там. Оказывается, ну, как вы, наверное, и догадывались, и как мы всегда говорили и хотели, что во многом пенсионные фонды инвестируют в акции, то, чего, к сожалению, пока нет сейчас в России. Ну, я не говорю про российские акции, поэтому, к сожалению, если бы были ограничены только российскими бумагами, тогда может быть их счастье. Опять же, я дальше покажу по временной горизонту, на который нужно вкладывать акции. У нас вот те клиенты, которые покупали наш фонд первый, один из самых крупных фондов на российском рынке, заработали сотни процентов годовых за многие годы и удержали вот такого пассивного байд-холл в нашем фонде. Вот, поэтому акции существенную долю составляют в активах пенсионных фондов, причем вот интересно распределение, как это выглядит по странам. То есть мы видим, что наибольшая доля в США, при том, что наибольшая доля облигаций исторически в Японии, и тем не менее, даже в Японии доля акций составляет 41%, а страна, которая меньше всего инвестирует в акции Швейцария, вы видите, что вот серый столбик напротив Швейцарии показывает альтернативные инвестиции, то есть в Швейцарии, например, очень высокая доля, когда пенсионные фонды вкладывают в другие классы активов. Что интересно, значит, вот как раз к комментарию, который вы сделали, что в основном пенсионные фонды инвестируют не в локальные, а в иностранные цены внимания, то есть они инвестируют за пределами своей страны. Понятно, что выбор активов по всему миру очень большой, понятно, что другие стандарты корпоративного управления, другие политические риски, другая, меньшая зависимость от нефти, да, как в России. Поэтому вы видите, что все меньше и меньше локальных бумаг становятся в портфелях инвестиционных фондов. То есть она так устойчиво снижается, эта доля. Локальные облигации – это доля в основном стабильнее в пенсионных портфелях. Это то, что очень стабильнее у нас в России, понятно, что у нас за некоторым исключением некоторых нет. На 100% только в облигации инвестируют. Здесь вот 100% это имеется в виду доля локальных, это не висит, не висит в портфель. При этом продолжается, ну не может быть тенденция, да, концентрация. То есть пенсионные активы все еще сосредоточены на достаточно ограниченном числе рынков. И мы видим, что за последнее время эта концентрация немножко стала снижаться. Вот вы видите, что желтая кривая на правом графике, она приобрела такое нервное сдутие снизу, но тем не менее концентрация все еще достаточно остается высокой. Что у нас, почему мы все еще как индустрия находимся вот в этом таком, я бы сказал, замкнутом круге покупки локальных бандов. Вы все эти причины знаете, 31 число, сохранность и так далее. Вы знаете, как, о чем сейчас идут разговоры и какие решения, возможно, будут приняты. Мы тоже этого ждем. Мы ждем, что, возможно, наконец, будет принято решение отказаться от требования сохранности в пределах года. Мы ждем, что безубыточность можно будет повысить хотя бы до 10 лет. 10 лет это такая магическая цифра, я сейчас покажу, почему именно 10 лет, как мы считаем. Вот. И у нас есть несколько примеров, например, пример Аргентины, где РПФ покупали так много государственных облигаций, что в течение 5 лет стране пришлось дважды реструктурировать свой долг. А вот наша любимая табличка, которая показывает, какова вероятность понести убыток при инвестировании в разные классы активов. На горизонтах, ну, возьмем даже от 1 года до 10 лет. То есть, вот здесь очень четко можно увидеть, что при инвестировании даже в S&P 500, даже в акции компании второго эшелона, там, неважно, американские или неамериканские, вероятность понести убыток на таком длинном горизонте существенно снижается. Вот как справедливо заметили коллеги, что инвестирование в индексные активы зачастую приносит меньшие издержки и больший доход для, ну, не только для пенсионных фондов, а вообще в целом для инвесторов. Конечно, всегда есть компании, которые занимаются активным инвестированием, конечно, всегда есть управляющие, которые приносят разные идеи, локальные, тактические. Вот. Но мы в RLC объявляемся поклонниками именно вот такого индексного инвестирования. Это касается и тех портфелей, которые мы видим у НПФ, это касается и розницы, где мы запустили целую линейку индексных фондов и именно инвестирующих в иностранный класс активов. И, в общем, всю идеологию работы с клиентами мы строим как раз в том числе вот на такой статистике, которую я сейчас предоставил вашему вниманию. Поэтому, если НПФы смогут инвестировать, исходя из других регулятивных требований, более свободно и не только внутри России, мы считаем, что это существенно повысит доходность, которую они показывают своим клиентам. Вот здесь мы привели обезличенно те фактические цифры, которые у нас есть за 13-й год доходностям некоторых клиентов, которых не ведем. В общем, это абсолютно подтверждает то, что в предыдущей презентации мы видели, что фактически индустрия превратилась в индекс, и цифры очень-очень близкие, и они различаются зачастую сотами долями процента. Есть, конечно, у некоторых клиентов свои требования к конкретной аллокации, есть разные моменты входа и выхода, но в целом вы видите, что цифры очень-очень близкие. Поэтому мы очень хотим иметь возможность инвестировать более активно, более агрессивно, чтобы наши пенсионеры были, ваши клиенты были больше похожи на бабушку или девушку слева, а не на российскую бабушку справа, вон там, на лавочке. И мы считаем, что такая возможность есть, и такие, ну я бы сказал, такое будущее, оно, в общем, абсолютно реальное. И в конце традиционно хочу сказать про наши благотворительные проекты. Мы больше 20 лет в Уралсибе занимаемся благотворительностью, в финансовом секторе занимаем первое место. Не как управляющая компания, но как банк, который от лица групп выступает у нас основным таким фронтменом на всех благотворительных проектах. Если кто-то захочет присоединиться к нам, у нас есть специальный фонд «Виктория». Мы строим сейчас деревню в Краснодарском крае для детей, у которых нет родителей. Можно зайти на этот сайт, там есть раздел «Как помочь», можно оказать помощь в этих. Спасибо. Спасибо, Юрий. Один вопрос будет. Вот с учетом, ну вот сегодня это, на мой взгляд, хорошо, что почти не обсуждалась политическая ситуация, но тем не менее, с учетом политической ситуации, вы как вот в реальной плоскости оцените возможность того, что повысится для НПФ и, возможно, складывать какие-то, ну, во-первых, более существенные объемы акций и тем более взаимодействие акций? Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Хорошо. Не-не-не, я хотел добавить к выступлению примера Норвежского суверенного пенсионного государственного фонда, у которого просто в декларации написано, что он инвестирует в активы, которые антигриллианты к норвежской экономике. То есть это изначально вывоз капитала, вывоз капитала в другие страны, и другие активы, которые не коррелируют с нефтью и нефтегазом. Поэтому страна получает основной доход именно от экспорта нефтегаза. Вот прямое противоречие как бы к российской действительности, где, скажем так, суверенные фонды, они коррелируют с российской экономикой и разговоры о вывозе капитала вообще и не поднимается, и не ставится. И опять же, по тому же на Овежском фонду еще приведу одну интересную цифру. Средняя доходность инвестиций за последние 10 лет превысила 10% годовых валютий. При этом сейчас основная доля у них порядка 68% в акциях, а 1% это недвижимость, а остальное фикс-кинг. Но опять же очень интересный момент. За последние 6 лет основной доход они получили вовсе от меня от инвестиций в акциях, а от инвестиций в доход от инвестиций в Чехскому превысил в 2 раза инвестиций в акции. Я думаю, доля акций и любых зарубежных активов будет снижаться. Это будет связано с введением системы гарантирования, потому что все знают, что он двухуровневый. Сначала будет истрачивать собственный страховой резерв фонда, потом и имущество для обеспечения уставной деятельности. После этого фонд становится банкротом и, собственно говоря, после этого вступает АСВ. Таким образом, ни один акционировавшийся пенсионный фонд не будет брать без себя никакие риски, волатильности и прочие какие-то вещи. Поэтому я прогнозирую дальнейшую их под депозит и фикс-кингам такое, совсем без риска. Спасибо. Все, поскольку комментариев больше нет, давайте продолжать. Далее хочу передать слово Наталье Кучуркиной, директору по работе с инвестициональными клиентами компании «Кострах инвестиций» тоже в развитии темы по инвестиционной политике управляющих и обмене концепции ежегодной безупречности. Да. Я хотела бы начать с того, что изменение инвестиционной политики УК, как многие коллеги в зале сегодня уже с этим согласились, голосовав на интерактивном опросе, что, в общем-то, это ничего не изменится. Ну, мало что изменится. И поэтому говорить о том, что мы будем активнее использовать длинные инструменты, и уж тем более акции, и уж ни в коем случае не пойдем в инфраструктурные проекты, как недавно мы это тоже обсуждали на различных встречах. Потому что, ну, прежде всего, экономическая ситуация, во-вторых, ну, как отметил коллега, да, инвестирование будет предельно консервативно в связи с тем, что и акционирование, и много различных факторов влияют на эту стратегию. Не будет рисковых стратегий. И мне кажется, что политика инвестирования УК может измениться при активном устраивании риск-менеджмента в инвестировании. То есть, когда будет риск-ориентированное управление активами, тогда уже что-то будет скорректировано, так скажем. То есть, подход должен... Подход к инвестированию будет основан на обязательствах фонда, которые... Ну, фонда вся будет определять. Но он знает это, и, соответственно, вместе с управляющими это будет выливаться в какую-то стратегию. И, соответственно, все... Хорошо. Ну и еще у нас по сценарию выступления Светланы Кузнецовой из инвестиционной компании «Атон», вице-президент по работе с инвестициональными клиентами. Как представитель совсем рыночной структуры без своих активных фондов? Интересно услышать ваше мнение относительно развития именно рыночных управляющих компаний в взаимодействии с инвестиционным рынком. Добрый день всем. Да, спасибо. Именно, как бы, цель моего выступления, как представитель абсолютно там рыночной такой независимой управляющей компании, я там, хочу поговорить о том, не сказать, там свой, ну, наверное, субъективный взгляд, о проблеме соотношения между такими УК и государственными пенсионными фондами. Ну, в первую очередь, я считаю, что вообще эти отношения, с моей точки зрения, такие отношения непростые, да, у каждого там есть свои интересы, поэтому всегда возникает какой-то такой некий конфликт. В таких случаях стоит поднимать уровень задач, уровень проблемы на более высокий. То есть предлагаю там выстраивать эти отношения в рамках решения задач, в принципе, развития пенсионной системы. То есть в долгосрочном периоде тогда, как бы, мы можем найти какое-то решение для нас взаимовыгодное. То есть мы все являемся там институтами пенсионной системы, да, это очевидно. И если действительно основная цель пенсионной там системы это повышение уровня там пенсионного обеспечения, да, если это действительно так, то, ну, логично предположить, то есть, что эта система должна развиваться в здоровой конкурентной среде. Конкурентную среду должны выстраивать, ну, как мы, сами институты, да, этой системы, так и там контролирующие органы. И я, честно сказать, вижу проблему в том, что среди вот таких управляющих компаний абсолютно там независимых, да, но я, может быть, ошибаюсь, я не вижу какого-то такого лоббирования, инициативы, предложений. То есть это большой наш минус вот таких управляющих компаний, это наш, ну, это наша недоработка, потому что, там, дело у потопающих, как говорится, проблемы самих потопающих, можно как-то это решать. Ну, как я сказала, что огромную роль вот возможностей управляющей компанией таких играет регулятор. И мне очень хотелось бы, чтобы найти способ создать там здоровую конкретную среду, о которой я говорил, да, которая, в принципе, будет решать как бы другую глобальную задачу – это поддержание внутреннего инвестора. Потому что, с моей точки зрения, то есть риски развития акционной системы сейчас как-то не очень там стыкуются с поддержанием внутреннего инвестора. То есть, но если нет внутреннего инвестора, мы как бы не развиваем, да, то о каких перспективах там может быть все речь, о каких взаимоотношениях. Ну, как бы, не очень понятно. Бусловно, есть очень много положительных моментов для управляющих компаний, там, для всех, в том числе и для наших. И, как бы, уже есть много предпосылок, и налоговым законодательством мы это видим. Хотелось бы, чтобы это продолжалось. И, там, я рассматриваю акционирование и вступление в систему гарантирования, безусловно, как положительный момент для выстраивания отношений с государственными пенсионными фондами. В первую очередь, потому что в рамках этих процессов АЛИКФ становится, по сути, бизнесом. Бизнесом большим, но этот бизнес, он, как бы, еще и это социальный бизнес, безусловно, в рамках социального бизнеса будет большой контроль со стороны регулятора. Но, как в любом, там, бизнесе, там, цель бы, это получение прибыли. Поэтому, наверное, логично, чтобы, там, со стороны регулятора можно будет увидеть какие-то инициативы в плане создания, в плане проверки МПФов на предмет того, что, там, у органов управления фонда есть, как бы, действительно серьезная, реальная, работающая мотивация на достижение целевых показателей. Но, в первую очередь, какие целевые показатели, которые влияют на прибыли, безусловно, там, достижение доходности, да. Соответственно, если будет такая мотивация на достижение доходности, ну, значит, соответственно, это будет как-то расширять конкурентную среду, будет определенный, как бы, выбор управляющий компании. Безусловно, там, таким управляющим компанией, как наша, может помочь, там, определенный критерий, если он будет принят по, для вступления в систему гарантирования, где-то ограничение, там, на одну управляющую компанию, да, размеров средств, контроль за связанными УК, и так далее. Я считаю, что это, в принципе, тоже один из критерий в здоровой конкуренции. Но, тем не менее, как бы, все вот эти моменты положительные, которые, там, обсуждаются сейчас, в принципе, уже приняты, там, моменты, но они не касаются, наверное, непосредственно УК, то есть, были положительные моменты по налогообложению, сейчас к вам возвращается, там, вот эти три года по владению акциями, быть приняты с 15-го года, это возможность индивидуальные накопительные счета и так далее. Но я хочу сказать, что я за то, чтобы устраивать отношения, как-то грамотно и договаривались в рамках решения задачи, такой, более глобальной и долгосрочной. Я так вижу, там, решения, там, и перспективы взаимоотношений этих. Я, в общем-то, прекрасно понимают, там, интересы фондов, критильных, некритильных, поэтому нельзя устраивать конкурентную среду через какие-то принуждения законодательные. Мне кажется, более верно найти способ для, там, контролирующих органов для нашего государства, да, когда существует система, наоборот, поощрения конкурентной среды, там, для НПФ и для управляющих компаний. Ну, что здесь может быть? Наверное, если, там, мы видим, что, там, НПФ при прочих равных, там, действительно, там, расширяет конкурентную среду, да, почему бы, там, не учесть это и не сделать, там, определенные преференции при рассмотрении для этого НПФ ставки при вступлении системы гарантированной, потому что мы знаем, что сейчас ставка рассматривается на определенных пределах решать это Банком России. Ну, вот как вариант, то есть, наверное, должны быть какие-то определенные мотивирующие факторы, которые будут способствовать здоровой реальной конкуренции, но не в принудительном порядке, да, а вот с точки зрения такой взаимовыгодности. Спасибо вам, и, наверное, все. Спасибо. Так, давайте, есть вопросы. И комментарии еще будут, да. Нет, комментарии, это просто инфекция для реакции на слово «получить прибыль». Вот вы об этом сказали, значит, и на следующей структуре вашей хорошо известно, то есть, наверное, вы хотите получить прибыль не только в рублях, но и зафиксировать его в валюте. Поэтому у меня такой вопрос. Ну, каким образом вы, с какой стороны хотите участвовать в экспортных потоках из России? Знаете, да, что это получается за счет экспорта? Поэтому вопрос такой. Какие из экспортных производств России вы намерены финансировать и пустят ли вас туда? Нужны ли ваши деньги на экспортных российских предприятиях? У вас есть программа финансирования российского экспорта? Здоровье большое. Спасибо, Леонидов. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему там этот вопрос относится ко мне. Я свое выступление рассматривала с целью просить, что я, наверное, не смогу ему правильно ответить. Я говорила о том, что рассматриваю систему взаимоотношений между НПФ и управляющей компанией, о том, что НПФ вступает сейчас в процесс акционирования и становится собственной коммерческой компанией, и целью любого бизнеса является получение прибыли. Для нас это положительный момент для управляющих компаний. Если это дает определенную доходность и это размещается через управляющую компанию, то это нам приносит прибыль управляющей компанией. Но НПФ, наверное, это тоже выгодно, если это приносит определенную доходность и на это есть определенные бонусные мотивации топ-менеджеров данного НПФ. Я даже не знаю, сначала хотелось очень эмоционально и едко прокомментировать, но, наверное, все-таки более тактично и аккуратно будет корректно. То есть, пенсионный фонд отвечает за своими клиентами, отвечает перед клиентами за свои убытки. Соответственно, передавая деньги в доверительное управление рыночной независимой управляющей компанией, он хочет получить гарантию по меньшей мере безубыточности. В этой связи возникает вопрос, что произойдет, если управляющая компания получит убытки на отрезке 1 год, 5 лет, 10 лет. То есть, возникает вопрос, требование гарантии. То есть, с этой точки зрения, если размер его капитала, собственно, управляющей компании составляет 1 миллион рублей, 50 миллионов рублей, то максимальный риск, который может взять эта управляющая компания, есть 50 миллионов рублей при отрицательном сценарии, который может нарисовать Саша Баранова. То есть, собственно говоря, вот этот конфликт между пенсионными фондами и ответственностью перед клиентами и желанием управляющих компаний получить свое вознаграждение от рыночного управления, он всегда был всем известен. И удивляет, что вы предлагаете изменить законодательство, обязать фонды иметь несколько управляющих компаний или каким-то образом дать им налоговые льготы, если они используют рыночную управляющую компанию. Это выглядит достаточно просто, ну, я бы приукрасил, выглядит неправильно. Если структура предлагает какой-то проект, и она отвечает имуществом и готова взять на себя риски, да, и эти гарантии будут укреплены, то мы видим массу примеров со стороны рыночных управляющих компаний, которые действительно работают с ним государственной пенсионного фонда. Чисто такого искусственного высокого ДУ в России нет. И здесь никто и люди никаких не испытывают к этому поводу. Поэтому реально, в связи с тем, что управляющие компании не выполняют никаких нормативов по надежности, по достаточности капиталу, фонды избегают этого через создание, назовем так, активных, ну, собственно, по разделению сэк-менеджмента, которые правильно структурированы, которые не являются аффилированными к фонду. Более того, ведь конфликт интересов – это китайская стена. То есть, по большому счету, конфликт интересов избегается через отсутствие, ну, через создание, там, профессионального риск-менеджмента, через создание внятных инвестиционных деклараций и прочих всяких таких вещей. Поэтому, не знаю, как-то вы не в ту сторону и, мне кажется, свое выступление, как вы сделали, не знаю, Гали, мне поддерживаешь, народно. Я, да, давайте, я, наверное, тогда прокомментирую. Я сам здесь полностью согласна, не спорю с этим. Я не вносила предложение по поводу того, чтобы мы изменяли налоговое наконодательство. Я там описываю… Хороший шок. Я говорю о том, что можно, может быть, эффективным взглядом, вот такие меры для нас могут быть полезными. Я понимаю прекрасно, там, суть эффективных НПЭК. Мне, в общем-то, очень понятно здесь все правильно и логично. Но существует, там, вот такая проблема, она наша, да, вот там, рыночных управляющих компаний, и это мы, там, должны ее решать. Здесь никто не спорит, кстати. там, суд в том, что, там, я вижу решение этой проблемы, говорю, там, через то, что мы выносим эту проблему на более, там, высоте и университета дальше. Здесь в моменты обсуждали тему. Вы помните, что случилось с управляющей компанией Росбанка, да? Вы помните, что случилось с управляющей компанией Индисцензи номер один, Пио Глобу? Да. То есть, собственно говоря, ответственность управляющих компаний равна нулю. Обязательства за убытки, то есть, ну, обязательства перед клиентами они не выполняют. То есть, мы, фонды пенсионной индустрии, абсолютно адекватно реагируют на те угрозы, на те риски, которые возникают. Собственно говоря, вот Галя Морозова хочет добавить. Я бы хотел просто уточнить. Меня, честно говоря, очень, я бы даже, что вам напугала вот эта фраза по поводу того, что давайте мы выйдем к регулятору и предложим руку, чтобы он создал вам рынок. Цивилизованный, на меня это напугало, как фонд, у которого, начиная там с 2000 года, прошли, наверное, все рыночные компании рынка через меня. И до сих пор есть фонды, которые, управляющие компаниями, рыночные, абсолютно не аффилированные, со всеми такими словами, которые с нами работали 10 лет, 7 лет. И есть и компании, которые с вами работали годы, после чего прекратили свое существование, в том числе и ряд присутствующих здесь. И будем говорить о том, что это совершенно даже не всегда был показатель надежности доходности или убытка. Потому как мне кажется, что у меня нет таких противоречий, Жень, как ты говоришь о том, что мы всегда в конфликте с управляющими компаниями. Мы всегда, да, такой некий квазик конфликт. Уже все давно разделились. Мы отвечаем перед клиентами. И поэтому у нас есть условия для компании. Компания отвечает передо мной, перед фондами. И они прекрасно понимают, чем они отвечают, как они отвечают, и что будет в результате. Но поскольку мы понимаем, что мы отвечаем на клиентами, через систему респ-менеджментов, все эти красивые слова, мы выставляем свои требования для управляющих компаний и к их организации процесса. А вот слова «давайте мы предложим регулятору сделать нам заинтересован рынок», мне это напоминает предложение двух маленьких фондов, пенсионного фонда банка ВТБ к регулятору, а давайте мы закончим с его рекоменда, поделимся пополам и будем все надежно принимать. Понимаете? Вот это похоже вот на это предложение. Я по этому поводу с регуляторами тоже разговаривал. Нельзя фонды не загонять в условия обязательно не меньше шести компаний. Нельзя загонять фонды в условия обязательно одна компания, не больше десяти, пяти, тридцати. Нельзя. Это рынок. Вы выходите на рынок и на нем работаете. А там каждый фонд решает, если в фонде сто рублей лежит, какие пять компаний? Какие пять компаний? Я безусловно с вами согласна, если в фонде лежит сто рублей, какие пять компаний? Здесь как бы... У меня в сумме ляда, но я их не отдам. Ну понятно. Тем не менее, как бы есть определенный сегмент таких компаний, как наши компании. Я говорю... Да. Безусловно, что есть наша работа. Это с рынка, это банкротство, по-моему. Я ни в коем случае не позиционирую, что нужно принимать определенные законодательные меры, но, собственно, я не... Нет. Калина, я уточню. Я не говорила, что мы выходим в регулятор. Я говорила о том, что я считаю правильным и дальше создавать здоровую рыночную конкуренцию, да? И в крупных, в том числе, активных фондов от конкуренции во многих фондах тоже есть. Мы знаем все эти фонды, в том числе и Сбербанк тоже таким фондом является. Я это прекрасно понимаю. В том числе и рыночных. Да? Ну, то есть вы абсолютно просматриваете все правоуправляющие компании и абсолютно справедливые у вас есть критерии, мы это знаем, в которых вы их отбираете. Мне там совершенно понятно, что вы смотрите на капитал управляющих компаний, как они могут там ответить своим обязательствам и все прочее. Это все ясно. Тем не менее, как бы существуют такие компании, как наши, и они тоже определенные, как бы, ценность приносят на этот рынок. Есть определенные там сегменты, в которых мы оказываем экспертизу, о котором уже говорили, дополнительная стоимость. То есть эти вещи тоже есть, мы о них там рассказываем на встречах. И мне кажется правильным, что такие компании остаются на рынке, они работают и приносят свою дополнительную стоимость. Безусловно, это наша задача ходить, правильно разговаривать и доносить нашу экспертизу до фондов и быть конкурентными. В этом я полностью согласна. Но когда у нас есть еще и дополнительные мотивации для фондов, которые смотрят не только на свои управляющие компании, но и там независимые, то может быть правильным сделать дополнительные преференции для этих негосударственных пенсионных фондов. Вот о чем я говорю. Коллеги, мне кажется, вот резюма вот этой дискуссии о рыношем управляющим компаниям пока еще очень тяжело. И так оно и будет в ближайшее время. Давайте завершим тогда нашу секцию и перейдем к финальной части конференции под названием «Вручение наград». То, что мы делаем каждый год, в этом году мы получим награду Невским пенсионным фондом, лидерам разных аспектов по итогам года и также хотим ограничить несколько управляющих компаний с успехами на пенсионном рынке. Награду и вручать правил Саниле в замене нашего агентства.